Сценарий, положенный в основу постановки Валерия Фокина, с различными вариациями, повторялся в советской истории неоднократно. Сначала разгромная за неправильный политический курс статья в Центральной газете, затем травля, потом уничтожение. Обязательный элемент этой драмы – коллективное обсуждение статьи. Инсценировка обсуждения работниками Государственного театра имени Мейрхольда, сокращенно ГОСТИМА, статьи в газете «Правда» 17 декабря 1937 года «Чужой театр», повлекший затем закрытие одного из самых ярких театров Новой России, основу спектакля. Здесь, со многими еще не забытой убедительностью, воспроизведено линчевание артистами своего некогда обужествляемого руководителя. Я даже не осуждаю его актеров, которые выступали против него на этом собрании, против Мейрхольда, потому что обстоятельства были очень особые тогда. И трудно осуждать людей, мы все люди, поэтому неизвестно, как мы бы себя повели в этих обстоятельствах. Это очень важный момент, потому что хочется, чтобы в спектакле был все-таки объем, а не просто какая-то такая либо осуждающая, либо какая-то другая такая указиновка. Весь коллектив должен сказать, что такой театр больше не нужен советскому народу. Он не нужен советскому государству. Это театр чужой. Был еще один, необязательный, но, как правило, разыгрывавшийся эпизод в такой драме – добровольное покаяние с признанием ошибок. В начале спектакля Мейрхольд, выступая перед артистами труппы, декламирует перечень своих грехов. Как это было на самом деле, мы, конечно, не знаем. Но в исполнении Владимира Кашевого, с ровной интонацией, быстро перечисляющего то, что не было учтено и что проглядели, это покаяние звучит странным миксом трагедии и гротеска. Вот этот прием, которым пользовался сам Сеалат Емельевич, это такой театр символизма, когда на одной интонации, ровно, без эмоций. Им не было сложно, потому что вот это преодоление, как раз-таки, как играть артиста, который очень хорошо владеет этой техникой. По тексту он соглашается, а вот как раз-таки по интонации мы должны почувствовать, что все сопротивляется. Партии правительства помогут нам выбираться из этого тупика. Все. История разыгрывается в двух временных пластах. Обсуждение статьи, в которой артисты Александринки играют известных артистов госстима, прерывается реконструкциями репетиций двух знаменитых спектаклей Мерхольда – «Ревизор» и «Дама с камериями», а также сценами из революционных дней режиссера. Никто не снимал тогда репетиции, и мы полагаемся на фантазию режиссера, восстанавливающего творческий процесс своего легендарного коллеги. Ну, если бы мне было бы лет 20, я бы с удовольствием прыгал, скакал в этом странном театре, которые мало кто принимал символистского. Ведь они собирались здесь, в Петербурге, в маленьких квартирах. Черт и что делали. Мне кажется, что в такие перформансы я бы с удовольствием был участвовал. Артисты Александринки, они же Мерхольдовцы, занимают во время спектакля первый ряд зрительного зала. На сцене трибуна с выбранным председателем. Таким образом усиливается впечатление, что ты не просто наблюдаешь за зрелищем, а являешься частью исторического коллектива. Но как следствие этого мы не видим лица артистов, которым приходится выполнять сложную актерскую задачу, все напряжение ситуации играть спиной. Блестящие сцены репетиций Мерхольдовских спектаклей, ряд его собственных перевоплощений из жертвы в триумфатора, из творца в революционного комиссара, обостряет чувство обиды за очередное растоптанное национальное культурное достояние. И вновь вызывают вопрос, что было не так, чем не пришелся ко двору театр имени Мерхольда, и почему он чужой? Природа его была такова, что он приспособиться не мог. Схитрить, как многие это сделали, между прочим, очень талантливые и крупные люди, и выжили в результате. Но еще его культура, его понимание художественного противоречило вот этим, так сказать, требованиям. Такая трагическая история. Спектакль Мерхольд «Чужой театр» напоминает о том, что сюжеты истории имеют обыкновение повторяться. И хорошо бы их знать, чтобы быть осторожнее в разграничении своего и чужого.